ламу алейкум здравствуйте еще раз дорогие друзья сегодня у нас очередной урок по арабскому языку по учебнику мабда ул киро а напоминаю что мы проходим третью часть данного учебника и сегодня мы с вами инша аллах пройдем 21 урок вот здесь написано аддар сулл хадии вальшруна то есть двадцать первый урок тема или название нашего урока то есть мудрые стихи или мудрый стих так сказать как всегда к этому уроку есть подготовительные слова я их вордовском документе приготовил чуть позже покажу иншаллах пока прощаю слова переведу а потом прощаю текст и также его переведу иншаллах первое на слово его фатун это помогать оказать помощь бы из он это несчастный или бедный мальгу фун находящийся в беде то есть человек который находится в беде сухомун это болезнь сайдун это рука банану пальцы мусая датун помощь му а датун поддержка и я сун отчаяние фараджун это радость или облегчение тааннин это утруждать себя или трудиться или мучиться сахиджун это некрасивый унванун это внешность малихун это красивый или миловидный инфинаун это изгибаться или поддаваться зухруфун украшение или красота тоже может быть и вара это люди теперь эти же слова в ордовском документе его фатун помогать бы из он несчастный или бедный мальгу фун находящийся в беде сукун болезнь сайдун рука банану пальцы мусая датун помощь му а датун поддержка я сун отчаяние фараджун радость или облегчение тааннин утруждать себя или трудиться сахиджун некрасивый унванун внешность малихун красивый или миловидный инфинаун изгибаться или поддаваться зухруфун украшение и вара люди теперь что касается текста ман арофа лоха азалат тухмах вакала кул ла каулихи ли хикмах тот кто арофа познал аллаха аллаха тот кто познал аллаха азалат тухма дословный перевод убирает обвине об обвинение ложное обвинение имеется ввиду что тот кто познал аллаха он не обвиняет ложным образом другого человека в чем-либо или не клевещит другому человеку вакала кул ла каулихи и он говорит каждое свое слово ли хикмах с мудростью и тот кто окажет помощь несчастному человеку алмалхуф находящемуся в беде тогда поможет ему аллах когда у него будет страх воистину одним из благородных вот это киром благородных людей является тот кто рахмату оказывает милость по отношению к болят человеку который попал в трудность и человек который болеет то есть если оказать им милость в смысле быть снисходительным с ними и оказать им помощь такой человек является благородным воиннамар риджалу бил и хвани вал яду бисариди вал банани воистину арриджаль то есть мужчина или люди считаются людьми или как правильно сказать то есть мужчины или люди бил и хвани они имеют братьев и они считают себя защищенными братьями то есть друзьями а рука считает себя сильной бисариди вал банани то есть с помощью кисти так сказать и пальцев ва муджабу сада кати аль-муса адах ва мук таба мавад дати аль-му-а-бада ас-сада к это дружба дружба подразумевает помощь а мало до любовь подразумевает поддержку то есть если ты дружишь понятно что обязательно ты будешь помогать другу а если любишь это имеется ввиду что ты поддержишь своего любимого человека не отчаивайся в радости ва лутф и в помощи так сказать или в снисходительности и в силе в силе которая появится после слабости то есть когда ты слаб не отчаивайся потому что потом может появиться у тебя сила или когда например ты грустный не отчаивайся потому что потом может быть наступит радость ты можешь достигнуть с добротой и со смирением или то они то есть когда человек не спешит спокойно делает ты можешь достигнуть с добротой и с ну скажем не спешкой то чего не сможешь достигнуть с алчностью и с трудностью добра нет в большом теле добро это в разуме и в понимании не считай ничтожным ничего даже если это очень маленькая вещь то есть не считай ничтожным ничего даже если очень маленькая вещь потому что иногда и бар то есть иголка проливает кровь ты думаешь иголка она очень маленькая да но она тоже может пролить кровь поэтому не надо унижать ничего то есть сколько есть красивого внешность которого некрасивый а есть некрасивые внешность которого красивые То есть, бывает так, что человек, скажем, или вещь красивая, а внешность этой вещи, может, некрасивая, а бывает наоборот. Умный и полноценный мужчина или человек, скажем, умный и полноценный человек не поддается красивым словам, то есть, красивыми словами его не обманешь. И нарушение договора очень плохое дело. Шарруль ворот. То есть, наихудшие люди это те, которые не соблюдают договор. Эти стихи принадлежат Ибну Аль-Хибария. Надеюсь, что здесь все было понятно. Если что-то было непонятно или какие-то у вас вопросы будут, спрашивайте в комментариях. С удовольствием вам отвечу, иншаллах. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой YouTube-канал. Ставьте лайки. Всем доброго здоровья. До новых встреч. Ас-саляму алейкум.